радио 54 кто придумал вот именно этот образ да как-то он по себе нужно что угодно нарисовать образ придумался я так сказал спонтанно но может может быть отчасти не спонтанно у меня в жизни никогда не было усов я их просто никогда не хотелось не то что хотелось я когда попал на стадион но у меня идея там возникла сделать себе каску я нашел старую каску эта каска была до хоккейная каска татьяна бурина она за сборную россии играла в хоккей а тренировалась у нас в академгородские и и у ее брата выпросил игру серёк у тебя же в гараже должна быть ну каско танкина я играет по посмотрю нашел она вся ободранная было притащил она вообще восьмидесятых ну такая ретро каска это году ну вот я его шкурил подработал покрасили автомобильной краской но она стала голубой с этого начался мой имидж а потом как-то ходили-ходили я супруге говорю марин и девочки рисуют там снежинки детям еще какие-то да 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 я говорю хочу это себе усы нарисовать дебил что ли порадуются порадуются сами по сами порадуются еще ты будешь рисовать я говорю да пойду нарисую я сел к девочкам я говорю мне усы нарисуйте они на меня смотрят как на дурака я говорю рисуйте и рисует деньги уплощены я говорю давайте для начала говорю как у сальвадора дали но после этого но многие болельщики меня зовут дима дали но потом я начал менять начал пробовать всякие разные и каждый раз девочки рисовали разные один раз я говорю нарисуйте мне там какие-то роскошные усы они взяли как кота нарисовали ну как у кошки усы ну и потом я говорю мне мне это нужно это усы как у буденного какие у него им нашел фотографию это как у буденного и в конце концов я все-таки пришел к тому что узнал какой краска не хочешь сделать хорошо делай сам рисует купил съездил в магазин обогарим ну и стих такой мушкетерский стиль сейчас такой да это имидж уже сформировался и я постоянно в этом имидже но интересно на самом деле он ни на что не похож есть каска есть какие-то авиаторские очки или какие есть шляпы да всякие да но вот такого образа нет действительно и усы действительно так и нас обусачивает периодически всех в начале того сезона даже на лосо побрился уже после появления каски до лысина еще появилась тоже для образа ну да это в питере были наша команда проиграла проиграла я на спор наверное побрились я часто такое в спортивных болельщиков как-то меня спросили а что если наша команда вдруг в питере выиграет ну один с поражение было на тот момент 10 но я буду я на лосо по побреешь ну и перед матчем думаю наши все равно проиграют ну они в принципе не могут у вас к выиграть хотя бы но можно сказать поддержку команды такой пошел мы даже по этому поводу ролик сняли в но и в питере побрился короче но марина вы наверное тоже под стать мужу решили поддержать да нельзя быть просто рядом с ним так такой же как и девушки сзади и слева и справа сидишь два лица выделялись да ну на самом деле тоже все спонтанно получилось сначала я с удовольствием просто ходила рядом смотрела на него удивлялась реакции людской вот потом как-то тоже так настоящая женщина не может терпеть что внимание кому-то не приковано я тоже и мне вот эту как рассказку презентовал на выезде в новокузнецк он ходил целый сезон вот в той вот татьяна гуриной каски а потом поехали когда и он вот этот и как бы в автобусе подел эту каску и народ так конечно отреагировал на нее что новые от новый атрибут и каска пошла по рядам все ее начали мерить ну и соответственно нам не в руки попала я думаю ну все мерят почему мне не померить я ее когда делаю я поняла что такая удобная мне и я просто наглым образом когда мы приехали я просто так тебя это каска у меня это будет я с него сняла просто и а британские очки у вас марина потому что у нас есть британский игрок в сибири я просто нет нет забыла проверить состав опять же голубая краска просто поэтому голубой цвет приветствуется форме ну кроме экстравагантного вида дмитрий марина еще знаменитые своими идеями тоже патриотичными и верными командами да во первых мы все помним историю с домом который вы перекрасили насколько это был трудоемкий долгий процесс и почему почему вдруг дом почему не кстати машину сначала машина дом не на начали наверно с холодильника да я так понимаю нет собаки на самом деле у нас тут собаки тёпа кажется да это началось себя а чё тёпу не привезли кстати а вот что-то я как-то но это ну не знаю ладно хорошо начали начались собаки так начали себя собака собака машина нет я начал себя собака потом жена потом машина машина и ну и и дом ну дальше самолет понятное дело но это было бы неплохо и есть такие идеи на самом деле с 7 предлагали но сделать самолет с усами но им это я думала с сибири с усами какие еще идеи у вас на ближайшее время для реализации поделитесь с нами мы будем может быть первыми кто рассказал в работе запорожец зас кабриолет но не 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 ушастый а следующая модель и и не горбатый рестайл это в этом он будет в полном тюнинге сейчас товарищ мой хороший переделывает салон это ваш запорожец я купил и вы готовы это белым ну как кожей весомGloch taughtecoo а он ну занимается это салонами и человек не приехал на блевые тоже счетами переделать а у него стоят сиденья запорожит Ну они все в тюнинге уже там, ну и сразу не поймем, что это запорожцы. У него спрашивают, а это куда такие белые сидения? Тот говорит, в кабриолет. Он такой, а в какой кабриолет? Какой такой кабриолет? Он говорит, ну пойдем покажу. У него во дворе, ну в своем доме живет, этот запорожец стоит, он чуть не упал. Говорит, и кому ты это делаешь? Он говорит, а ты откуда сам? Он говорит, ну с Академа. Дом говорит, синий, белый, голубой знаешь? Он говорит, конечно знаю. Ну это вот тому человеку, который я на дом разукрасил. Ну вы прям вообще на всю область, Доминита. И Дмитрий и Марина сейчас рассказывали за эфиром, что, ну как пока еще нет, да все вы скромничаете, что когда в образе Дмитрия невозможно уберечься от фотографий общих. Кстати, в группе «Усатый в каске и друзья Хакай Сибири», если вы еще не подписаны, 6275 человек. Причем у вас относительно молодая группа. Года нету, года нету. 18 августа. Да, молодая группа. И это все люди, которые вас знают? Или они просто следят за вашей активной жизнью болельщикой? Мы многие, со многими знакомы и стараемся всех подтянуть. Ну это то есть количество человек, я считаю, что это не показатель. Ну это все равно участвует в группе, ну как правило, определенная группа. Ну просматриваемость, ну... Ну активисты, понятное дело, что их меньше, чем 6 тысяч, но все равно это о чем-то говорит, что люди знают вас, вы определенный символ, я думаю, уже наряду со снеговиком. Вы лично знакомы с кем-то из команды? Ну как пока еще нет? Ой, конечно, что значит, с кем-то лично, мы всех знаем, мы не наши дети, конечно. И Дмитрия Меренкова и Олега Иванова. Это вот снеговики, два снеговика Олега. И ролики есть с их участием. Кстати, на канале Усатый в каске представляет на Ютубе, посмотрите. Довольно-таки интересные ролики. Интервью. Это интервью, именно они уже без костюма. Ну такие, ну... Ну это интересно. Там на самом, на Ютубе, на нашем канале, очень много роликов там про выезда, как мы и в Шанхай ездили. Ну, это кому интересно, смотрите, пожалуйста. Еще какие-то мероприятия планировали вы, мы знаем, секрет. Расскажите нам. Да, есть... Это сейчас я скажу первый раз, эта новость прозвучит. Мы 18 августа этого года планируем сделать шествие. Это будет День болельщика. И мы планируем открыть День болельщика. Шесть шествия маршем от площади Калинина до ЛДС. И я вот сейчас, ну то есть официальной информации еще пока нету. Ну, решение принято. Клуб нас поддерживает. Будет также официальная информация и от клуба. И я призываю всех болельщиков, кто сейчас, ну, слушает наш эфир, поддержать вот эту акцию. И это будет первое в истории КХЛ, на самом деле, шествие болельщиков хоккейного клуба. Футбольные болельщики устраивали, ну, там с драками и с шумом, и с граммом. Ну, а у нас будет мирное шествие. Планируем, как получится, я не знаю, сделать фаер-шоу на площади Калинина. Привлечь барабанщиков, ну, и постараемся, и оркестр духовой тоже в это привлечь. Ну, хотим пошуметь и довольно... И, как в Рио-де-Жанейро. Да, 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 да. Ну, это а-ля карнавал хотим. До ЛДС. Тогда, когда я играл, мы играли вообще, ну, то есть на коробке под открытым небом. И один раз был такой случай, ну, это, может быть, отчасти характеризует меня как человека. Завалило коробку, снегопад был жуткий вообще, завалило аж по борта. Ну, и никто не решался ее очистить. Ну, и вот я думаю, ну, если не я, то кто тогда? Я вышел, и, ну, это где-то, наверное, я... Ну, это пошел еще так, чтобы, ну, никто меня не видел, что я один как дебил там чищу. Ну, где-то в 9 часов вечера, ну, земной же темнеет, это рано. И я с 9 часов вечера и до 4 утра, ну, один скребком чистил. Ну, я... Сребеньком? Ну, чтобы, ну, то есть, это можно... Ну, там на самом деле очень много. И вот до 4 часов утра я пол коробки один это очистил. Такая любовь к игре. Да, я хотел играть, ну, я... Хорошо, что снег не пошел ночью. Да, это... И вот, ну, на следующий день люди увидели, что, ну, процесс пошел и... Присоединились, да, и дальше уже... За два дня общими усилиями, ну, лед был очищен, и мы начали играть дальше. И была такая любовь к игре, что такие хоккейные коробки стояли практически в каждом дворе. Да, на самом деле, вы знаете, вот в то время, когда я играл, там был прям, ну, бум, хоккей. Ну, у нас в районе тут только было 12 команд в советском районе. Но вроде сейчас возрождаемся помаленьку. Мы возрождаемся, ну, не в массовом количестве людей. Это, ну, более-менее становится элитным вид спорта. И если там у ребенка, у родителей нет возможности его возить на тренировки, потому что, ну, бросать там работу, либо, ну, искать, ну, какие-то варианты, чтобы... Наверное, ты должен заниматься... Плюс накладно это все. Мы заодно, это по деньгам очень-очень накладно. Но вы как болельщики делаете все для популяризации хоккея. Это можно сказать с уверенностью. Получается, да. Марина, Дмитрий, есть у вас какие-то особые ритуалы перед игрой, какие-то на удачу? Ну, конечно. Что, например? У нас фэншуй, у нас так и называется. Мы заходим в одни двери, мы идем, берем кофе в одной точке. Много, вот все у нас. Они даже в туле в одну кабинку. В одну кабинку. В одну кабинку. В одну кабинку называется. А в одно время, да, до игры? Мы идем в победный бутерброд, да, у нас все вот. Пьем под победный кофе. Это работает? Если, вот, примета очень хорошая, сто процентно победная. Если случайно я облилась, или я, или кто-то из друзей, кофе, все, команда выигрывает. То есть это встречается овациями, бурными. Облив случайный только. Только специально нельзя. Специально не работает. Ну, здорово. Смотрите, еще у нас есть специальная рубрика, но прежде чем мы к ней перейдем, еще хочется немножко внутренней кухни узнать. Конечно же, все вас знают, но никто, наверное, не был у вас дома. У вас все символика Сибири вокруг. Что еще интересного есть? Пока, пока нет, все в процессе. Нет, будет комната. Нет, вот она все мечтает. Музей? Да, музей болельщика. Музей, что у меня коллекция шарфов, коллекция шайб, коллекция магнитов практически всех команд КХЛ уже собраны. И сейчас вот делается как раз ремонт в комнате, где будет собрано все это прямо вот под, ну, прям экспозицию. Ну, нашу студию вы уже сделали, я, да, я оценил, да, тоже, в этих фирменных цветах, конечно. Ну, и за эфиром поделились с нами гости еще на вопрос, дети ваши болеют, нет, они должны работать. Кто-то должен работать. Это отнимает много времени, да, это затратно и по энергии, и по деньгам, и по... По времени. Да, и по времени. Это сын постоянно на самом деле спрашивает, что у вас там, что у вас там, я говорю, да нет. Что новенько? Лучше не надо. Лучше не надо тебе. Лучше работать. Люсь, это я в это поиграю, а ты уже наигрался в другие игры. Ну, поработай, а потом уже... Разделение власти. В том году, ну, из нашего клуба уходил наш капитан... Любимый из Телпочки. Это любимец нашего, воспитанник, я, ну, считаю, что он все-таки воспитанник Сибири, Степан Санников. И, ну, то есть, мы как-то с ребятами была, ну, появилась идея, ну, что-то ему подарить, думали то-то-то, и в оконцовке, ну, то есть, решили подарить ему статуэтку. Ну, это хоккеист, ну, как, это, то есть, карикатура. И, ну, а как это подарить? Списались там через, ну, знакомых болельщиков с его женой, с Юлей. Ну, и договорились с ней, что, ну, то есть, они, ну, она его позовет куда-нибудь в Ауру, там, с дочкой покататься на машинках, ну, и там погулять по магазинам. А мы его там внезапно, ну, то есть... Накроем, да. Накроем, да. Ну, и мы ждали на верхнем этаже, где кафешки. Ну, и собралось нас, наверное, человек 15, наверное, под 20. Ну, это случайно так. И Юля позвонила, все, мы поднимаемся. Ну, и, представляете, ну, испуг, не испуг, чего-то, человека открываются двери лифта, Степан выходит, и на него, ну, толпа оголтелых болельщиков, ну, девушки, они же любят своих любимцев. Степа! Он встал, ну, это просто в ужасе, ничего понять не может, он сразу, ну, первым делом, ну, как мужчина, начал закрывать детей, там, жен. А жена ему такая, Степа, ну, иди, это к тебе. Ну, это было уже заготовлено. Ну, и он потом уже видит, что, ну, узнал нас. Безопасно все. То есть узнал нас, ну, это лично, мы на выезда и ездим, как бы, ну, общаемся с ними. И он уже, ну, то есть... Расслабился. Заулыбался, расслабился. Реакция такая была. Да, и, ну, и, конечно, подарили ему статуэтку, и я думаю, что ему было очень приятно, поэтому... Потому что он, ну, даже в одном интервью, когда уже, будучи играв в «Локомотиве», ну, именно вспоминал вот эту вот историю. Вот видите, трус не играет в хоккей. Защищает все груди. Спасибо большое еще раз. Дмитрий и Марина Казанцева были у нас в гостях. Спасибо. Болельщики хоккейного клуба «Сибирь». Вам спасибо. Спасибо. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.